Добрый день, дорогие друзья, из солнечного поселка Витязево. Мы находимся на Южном проспекте и сегодня будем смотреть гостевой дом Хилос. Как он выглядит и как подготовился к сезону 2024 года. Ну а вас мы ждем. Приезжайте, отдыхайте и наслаждайтесь в таких вот отелях. По парковочным местам полностью парковка перед гостевым домом. И вот эта часть тоже относится к ним. Ставятся машины под камеру, которая есть по фасаду. В летний период времени здесь эти столики выставляются, работает барная стойка, продаются прохладительные напитки. Также в гостевом доме есть своя столовая. К ней мы вернемся немножко позже, сейчас проходим направо. Здесь у нас бассейн. Бассейн с подогревом от метр семидесяти до метр девяносто. Есть зона отдыха на лежаках. Все это закрыто от общего доступа. Также имеется детская зона. Она выглядит вот так вот. И дальше здесь столики для вашего отдыха. Есть качели. Одна из них сейчас на окрашивание еще привезут, установят. Деткам будет тоже место, где поиграть. А также имеется ногомойка. Аромат роутона. Сейчас все цветет. Весна. Лучшее время года, друзья. Теперь давайте посмотрим, как выглядит столовая. В столовую можете прийти, покушать, даже если просто прогуливались мимо. Если вы здесь ели, пишите ваши отзывы. Зал в столовой довольно-таки большой. Есть плитсистема, телевизор, большая раздача, детские столики для приема пищи. Ну и помещение большое, уютное, красивое. Также можно зайти в столовую непосредственно с гостевого дома, чтобы не выходить на улицу. Поднимаемся в гостевой дом. Здесь нас встречает зона рецепшена. Обратите внимание на ширину коридоров. На коридор, в которых имеются гладильные доски, утюги. Также есть кулер. Это зона рецепшена, в которой вас будут встречать при размещении. Везде работает Wi-Fi. Созданы все условия для вашего комфортного проживания. Гостевой дом у нас имеет вот такую лестницу для передвижения. Очень удобная перила и красиво оформленная. По ней мы поднимаемся на второй этаж. Сейчас мы посмотрим с вами номер 305. При входе у нас есть холодильник, набор посуды. Имеется санузел. Санузелы здесь большие. Есть унитаз, душевая зона, раковина и зеркало. Также в каждом санузле есть фен и аэрозоль. Далее есть место для хранения. И сам номер. Это трехместный плюс доп. Кровати их вы можете разделить. И если вам надо будет еще, то доп. место раскладывающееся кресло. Есть правой стороны стол с зеркалом, телевизор, перекатной стол и сплит-система. На стене бра, возле кровати прикроватные тумбочки. Место для хранения выглядит вот так. Дополнительные одеяла, плечики и куда разместить ваши вещи. На номерах есть балконы. Балконы мне здесь понравились. Они довольно-таки большие. На балконах расположена мебель. Это стол, три стола по количеству людей в номере. На сегодняшний день вы можете приехать сюда отдыхать в этот номер, сняв его за 2000 рублей. Если вам нужно будет доп, то 2500. Сейчас мы с вами посмотрим. Двухместный номер. С левой стороны у нас есть место, куда повесить ваши вещи. Холодильник, набор посуды. Далее идет место для хранения. Стол, зеркало, переносной стол и телевизор. Двухспальная кровать с большим матрасом. Прикроватные тумбочки. Сплит-система. Выход на балкон. С правой стороны расположен санузел. Санузел у нас выглядит вот так. Есть унитаз, душевая зона, раковина, зеркало и фен. Как я говорил, аэрозоль в каждом номере. Балкон здесь тоже большой. Стол, два стула. Вот с таким видом. Снять этот номер сейчас можно за 1500 рублей. Если надо, вам предоставят детскую кроватку за отдельную плату. Смотрим еще один двухместный номер. Здесь холодильник при входе, набор посуды, место для хранения. С левой стороны вход в санузел. По прямой здесь две кровати, но они раздельны. Если надо, вы их раздвигаете. Есть сплит-система, две прикроватные тумбочки, бра, стол с зеркалом, передвижной столик, телевизор. Место для хранения выглядит вот так. Также имеется свой балкон. Это стол, два стула. А также на каждом балконе есть место, где сушить ваши вещи. Санузел в этом номере вот такой. Унитаз, душевая зона, зеркало, раковина, фен, аэрозон. Стоимость этого номера также 1500 рублей сейчас. Для тех, кто хочет приехать более высокий сезон и его интересуют цены, то смотрите их на сайте. Вся информация указана под видео. Есть также номер телефона в названии. Набирайте, уточняйте, бронируйте, приезжайте. Влажная уборка в номерах идет через день. Если вы отдыхаете более пяти суток, то вам меняют белье. Также производится уборка по требованию. Трансфер у отеля платный. Если вы захотите, то вас встретят и отвезут на вокзал. В летний период каждую неделю проводится анимация для ваших детей. Гостевой дом Хилос находится в центре Витязева. Здесь три минуты до параллея. Для всех развлечений, что в левую, что в правую сторону, также по три минуты будет два парка развлечений. До моря заявляют 700 метров от 7 до 10 минут идти туда пешочком. Куда мы сейчас с вами, собственно, и отправляемся. Температура воздуха на солнце показывает 24,9. В тени 18 градусов сегодня. Море посмотрим с вами. С утра сегодня не бегал, ребятки. Мы перешли от гостевого дома через дорогу. И здесь по улице мира отправляемся на море. Идти можно как с правой стороны. Там будет более простой маршрут, потому что не будет никаких предложений для ваших детей. Так и по левой стороне. Идти недалеко. Я ходил здесь миллионы раз, прогуливаясь с вами в наших прямых трансляциях. Мне этот проход к морю очень нравится. Особенно после того, как сюда перестали ходить маршрутки, пляжи здесь стали более малолюдными. На всем протяжении нам будут встречаться разнообразные фудкорты, где можно что-то прикупить. Вот проходим сейчас. Здесь есть магазин с фермерскими продуктами. То есть, в принципе, уже в Витязево все запускается. Можете увидеть, что начинают работать абсолютно все заведения. Хотя сегодня на календаре у нас 17 мая. Единственное, что чуть-чуть. Нас немножко подводила погода, но сейчас, по всем прогнозам, начинает приходить уже жара. Сегодняшний день именно показатель этого, друзья. Большое количество гостиниц. Я их все снимал на обзоре практически. Поэтому можете смотреть у нас на канале, как они выглядят изнутри. Ну, и выбирать себе отдых по вкусу. Гостевой дом, в принципе, тоже выглядит очень хорошо. Поэтому могу вам тоже его советовать. Они подготовку произвели. Все недочеты устранили. А это самое главное. Музыка, отдыхающие. Как это прекрасно. Как я люблю наше любимое Витязево. Мой родной дом, в котором я прожил всю свою жизнь. Я говорю, что по этому месту ходил просто несчетное количество раз. Здесь знакомы мне буквально каждые кусти, каждое дерево. Я помню, когда здесь вообще ничего не было. Ни одной из этих гостиниц. Я в то время уже здесь гулял, друзья мои. В конце улицы мира начинаются вообще сплошные навесы и виноградники. Потому что здесь вообще столовая на столовой находится. Всегда лучше кушать там, где живете. Потому что больше уверенности, что у вас будет хорошая, вкусная еда. Так всегда советуют люди, которые отдыхают. Говорят, мы едим там, где проживаем. Здесь уже тоже столовая заработала. Видим первых отдыхающих, которые тут едят. Выходим на пересечение Знойной-Серебряной. Раньше сюда приходила маршрутка. Сейчас здесь у нас меняют асфальтовое покрытие. А туда на Серебряной его уже поменяли. На Знойной, к сожалению, пока еще чуть-чуть задержка. Делают бордюры, новые тротуары. Вешивают освещение. Будет, в общем, все очень красиво. Уже фруктовые точки начинают работать. Кубничка 200 рублей, кошка 250. А если за килограмм? За килограмм 300 рублей. Ага, а голубика? Голубика 200 рублей в стаканчик. По стаканчикам. Малина 350, нежелика 200. Ага, а нектарины? Нектарин 200 рублей. 250, абрикос. Огурцы? 150. Помидоры? А персики еще? Персики 250, копья и помильчи 200 рублей. Понял, спасибо, хорошая работа вам. По ценам, то есть ценники я могу сказать, что я возле дома покупаю по таким же. Даже за килограмм я даю по 350 рублей. А здесь мы на проходе к морю. Как они зарабатывают, прям большой вопрос. Потому что цены держат именно те, кто продают с полей. Далее видим, что здесь тоже ребята готовят их к запуску. Здесь очень много вкусной выпечки продается именно в сезон. Ну, пока еще здесь не все работает. Но именно в лето будет работать каждый ролет. Предлагаю вам разные свои сюжеты. Кто-то продает сувениры, кто-то еду, кто-то напитки. В общем, все, что вам надо для отдыха здесь будет абсолютно. Но самое главное, мы отсюда уже видим дюны, а за дюнами уже море. Аптеки уже работают. Причем даже не одна, а две на этом проходе. Мне кажется, это самый лучший бизнес сейчас. Потому что он открывается даже тогда, когда нет практически людей. Проходов у нас тоже очень много. Гостиницы. Рад, что встречаются первые отдыхающие. Дальше пока ничего не открыто. Вот аж до той газели. Тоже уже работают первые точки питания с доставкой у ребят. И вот еще одна аптека запустилась в апрель. Здравствуй. Здравствуй, ребят. Рассказывай. Что, пошли люди уже? Потеплело вроде как? Люди потеплели. Это не вот час потепли. Нормально. Еще лет людей нет. В этом году как-то прям печально, да, в мае? В том году то же самое. Да? В этом году пока раньше 20-го людей не видишь. Хорошо. Значит, три дня осталось и, думаешь, уже поедут. Отлично. Уже ночью 14 градусов будет, а днем 23. Да. Это же тепло. Очень ждем этого. Сегодня вот здесь 18-го, а на пи 23. По подорожаниям, что там у тебя темное только, да? Подорожание поднимется по 10 рублей. Все пиво. Да. Пива нет. Квас, груша, макрит. Это все остается. Все останется именно в таком же формате. Все. Тебе хорошая работа. Спасибо. Вам хорошая прогулка. От души. Ты читал там комментарий, человек написал? Я говорю, самый лучший продавец. Это прекрасно, да? Я, конечно, приятно. Спасибо. Так что пишите обязательно ваши отзывы, если вы где-то что-то покупали, нас читают. Людям это действительно приятно. Человек очень душевный. Далее у нас крайняя улица Скифская. И после нее уже Дюны. Здесь тоже и столовые, и торговые павильончики будут. Чтобы не перелазить через бугорок, мы поворачиваем направо. Там у нас уже, вау, даже есть уложенный настил. В летний период даже этих статуй не видно. Все в торговых павильонах. Но сейчас более по свободным улочкам прогуливаемся. Также здесь работает абсолютно каждая торговая точка. Пляжи уже установили настил, но пока его огородили, я так понимаю, что идет окрашивание досок, чтобы подсохли они. Вот так сейчас выглядят огорожено. Пока, я так понимаю, у ребят обед или краска кончилась, в общем, до самого моря будет белоснежная дорожка. В этом году здесь также снимали дюны, делая пониже бугорок. Хотя был бы он чуть выше, я думаю, никто бы от этого сильно не пострадал. Выходим на наши знаменитые бескрайние пляжи Витязева. Они сюда именно вас и манят. Не какая-то благоустройство в самом отеле. Вот ради этой самой большой песочницы в России на берегу моря сюда люди и приезжают. Сейчас дюны цветут. Цветет лох серебристый. Цветет зеленое растение. Вечно забываю, как оно называется. Так что аромат стоит на пляже. Это восхитительный. Перед навесами есть переодевалки, коих здесь 8 штук. 4 справа, 4 слева. Это большой плюс, чтобы люди не стояли в очередях. Туалет у нас находится с левой стороны. Как раз таки к нему сейчас делают подкоп для подключения воды на вот этот бар, который здесь установили. В общем, благоустройство просто кипит, ребята. Несколько рядов стоят шезлонги. Ребята натягивают тенты для создания тени. В скором времени завезут лежаки. Но самое главное, чтобы вы уже сюда приехали. Пока у нас пляжи малолюдные. Или, можно сказать, даже безлюдные. Выглядит это тоже очень красиво. Здесь с левой стороны будет прокатная зона катамаранов. Ну и береговая линия. Невероятно манящая и классная. Как говорится, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. В общем, на этом пляже вы будете, собственно, этим и заниматься. Ну а мы вас очень-очень сильно ждем. Море сегодня практически не ковыщится. Выглядит очень манящим. Температура воздуха в море 23,6. Я успел сегодня тоже до облачков заснять вам эту всю красоту. Потому что дождя сегодня в прогнозе нету. Но погода все равно у нас еще только становится. С завтрашнего дня будет температура еще больше. И море будет быстрее прогреваться. Так что мы ждем уже летних температур вот-вот в ближайшее время. Купающиеся люди, я не наблюдаю, но загорающие, берегу есть и туда, и с той стороны. Вы представьте, еще буквально три дня, и здесь уже будет кипеть жизнь. Сейчас еще как настолько все пусто, все только готовится к вашему массовому заезду к нам. Которого мы очень ждем, потому что это наша работа. Очень много уже людей отдыхает туда ближе к Канапе. В самом городе сегодня у нас стартовал фестиваль вина. На которой вас тоже приглашаю, друзья, будет большая программа. Она полностью опубликуется у нас в Телеграм-канале. Так что обязательно приходите, пробуйте напитки всего Черноморского побережья, которые там будут представлены. Температура воды сегодня 17,9 градусов. И это восхитительно, друзья. Я стою, мне прям очень комфортно. Я бы сегодня поплавал с удовольствием. С 18 официально разрешено купание в море. Такие дела. Ждем вас. Надеюсь, обзор был полезен. Вы обязательно поставите лайк. Не постыдитесь написать комментарий. И сделайте мне тем самым приятно. А каждый день для вас розыгрыш в нашем Телеграм-канале, в который я вас призываю подписаться. Вы можете выиграть настоящее домашнее вино моего производства. Либо 500 рублей на ваш счет. Жду вас с удовольствием, ребятки. Ну и море для вас от души. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...